Добрый вечер всем! Мы сегодня продолжаем разговор о осаде сирийского царя Синахириба в 701 году до новой эры, о роли, которую сыграл царь Хискияу в описываемой истории. Сегодня мы поговорим также о том, как в более поздних источниках он был описан. Я только напомню в нескольких словах то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы, собственно говоря, продемонстрировали наличие в книге Млахим двух версий тех событий, о которых идет речь. Я дал некоторую историческую политическую подоплеку, связанную со смертью отца Синахириба Саргона II, после чего начались бунты по всей Сирийской империи. И в надежде на то, что власть ослабеет, окончилось все тем, что Синахириба оказался нисколько не слабее своего отца и подавил бунты на востоке, после чего отправился, это был уже его третий завоевательный поход, но он отправился на запад и последовательным образом раздавил очаги сопротивления в Финикии, в Филистии и в Иудеи. Нас в первую очередь интересует Иудея, но при этом мы помним о том, что Иудея здесь являлась частью некоторого глобального анклава, заговорщиков, которые каким-то образом были связаны с Египтом, обещавшим ту или иную степень политической и военной поддержки в Египте в то время правит 25-я Нубийская так называемая династия. Поддержка эта действительно была дана, но не имела никакого успеха и в битве при Аль-Таке Синахириб в сущности разгромил египетские войска и заставил их вернуться обратно. В отношении Иудеи мы видели, что есть две версии описываемых событий. Одна версия прозаическая и довольно-таки неприятно характеризующая иудейскую сторону в целом и царя Хискияу в частности, а вторая версия чудесная и героическая. Согласно первой версии, Синахириб, вторгшийся в Иудею, подверг ее огню и мечу, не оставив практически камня на камне от нее. Это в таких ярких красках описано в первой главе книги пророка Ишаяу. Мы ее в прошлый раз тоже просматривали. Иерусалим сравнивался там с сторожкой на бахче или с шум охранника в винограднике. Все, что как бы осталось от Иудеи, все остальное было сожжено. Он сравнивает этот поход Синахириба с гибелью Содома и Аморы. И был взят штурмом второй по значению в ту пору город в Иудее Лахиш. Мы упоминали знаменитую фреску Синахириба, которая огромная фреска, больше 20 метров длиной, часть которой сохранилась в Ниневии. И она, судя по всему, находилась в тронном зале Синахириба. Столь большое значение он передавал этой победе. Вслед за тем он осадил Иерусалим. Согласно первой версии, которую мы видели в книге Млохим, Хискияу, напуганный тем, что происходит, послал своих людей к Синахирибу и униженно просил его о пощаде и готов был откупиться, чем только возможно. Что, согласно этой версии, произошло. Синахириб накладывает на Хискияу тяжелейшую дань. А вот этот кусочек. Я сейчас, пожалуй, открою уже файл. Он накладывает на Иудею тяжелейшую дань и оставляет Иудею как некое вассальное царство. Мы говорили о том, что с чисто политической точки зрения это было важно сирийскому царю, поскольку он предпочитал оставить некоторую буферную зону пока что между собой и Египтом. Мы знаем, что при своей жизни Синахириба Египет не захватил и первым, кто вторгся на территорию Египта, был уже его сын Сархадон, а окончательно завоевал Египет его внук Ашурба-Непал. Хискияу как раз послал своих людей в Лахиш, после того, что Синахириба его захватил, он был вынужден, чтобы заплатить дань, фактически обобрать сокровища, взять сокровища храма и царского дворца. Это здесь описывается. Все это отдается царю ассирийскому. Теперь немедленно вслед за этим появляется совершенно другая версия, согласно которой Синахириб осаждает Иерусалим, посылает туда своих людей, которые говорят с осажденными. Среди них некоторых шоке, чей образ мы обсуждали в прошлый раз, я не буду к этому сейчас возвращаться. Он говорит с осажденными на еврейском языке, который называется там иудит, и требует немедленной капитуляции. Эти слова приводят в ужас царя и царских сановников, после чего Хискияу, как бы это единственный выход, который библейский автор может представить себе, Хискияу молится, молится Богу и просит его о защите. Молитва Хискияу, которая находится во второй книге царей, как мы говорили, судя во всему позднего происхождения, она очень сильно напоминает молитвы, составлявшиеся в эпоху второго храма. Здесь это вкладывается в уста Хискияу. Хискияу получает через пророка Ишаяу, сына Амоца, утешительное послание, в котором говорится, что город будет защищен Богом и не падет. Знаменитые слова, мы их читали в прошлый раз, в Аганути, Эль-Хаир Азотла-Ошиа, после чего ночью посланный Богом ангел-губитель уничтожает ассирийское войско, царь, и оно вынуждено убраться во своя седьминевию, после чего потерпевший поражение Синахириб погибает от рук своих собственных сыновей, устроивших против него заговор. Впрочем, заговор не принес им власти, а воцарился его младший сын Асархадон. Мы сказали, что на самом-то деле гибель Синахириба вполне реальное событие, действительно, в результате заговора, по крайней мере, одного из его сыновей, произошло примерно через 20 лет после осады Иерусалима, вовсе не по следам ее. То есть здесь как бы с исторической точки зрения есть очевидная проблема хронологическая. Вот такие две версии, и эти две версии каким-то образом надо совместить. А при этом я хочу обратить внимание на то, что эта история повторяется еще дважды в Танахе, что свидетельствует о ее большом значении в глазах библейских авторов. Один раз в книге Ишаяу, и неспроста, конечно, Ишаяу-бен-амоц является одним из героев этой истории, и поэтому эта история присоединяется к книге его пророчеств. А второй раз в книге Деврея-мима, о которой мы еще отдельно поговорим. В обоих случаях первая версия истории выброшена, выпущена. Остается только история чуда. История героизирующая сопротивление Хискияу и помощь Бога. Вот эта первая прозаическая и унизительная версия исчезает. Видимо, не случайно. То есть, по всей видимости, она вызывала большое неудобство, и от нее редакторы книги Ишаяу и Деврея-мим решили избавиться таким образом. Но, поскольку книга царей была канонизирована наравне со всеми остальными, требовалось какое-то объяснение, как совместить эти истории. И я упоминал о том, что уже в древности предлагалось такое гармонизирующее объяснение, согласно которому Синхриб обманул Хискияу. Хискияу откупился от него, а после этого Синхриб снова возобновил осаду с тем, чтобы захватить Иерусалим. Это мнение приводит Иосиф Лавий, и вслед за тем, любопытно, через много столетий, практически через полторы тысячи лет, его повторяет никто иной, как Дональд Схак Аброванель, знаменитый еврейский комментатор, философ и политический деятель. Не исключено, я это говорю очень осторожно, что уже редактор книги царей, может быть, сам мыслил в этом направлении, иначе довольно трудно объяснить вот это соединение двух версий. Хотя с чисто политической точки зрения это выглядит довольно сомнительным, как я говорил, поскольку странным представляется такая непоследовательность в поведении Синхриба. Сначала принять большую дань и как бы успокоить восстание, а потом вдруг снова ни с того ни с сего по какому-то капризу решить снова возобновить осаду, зачем ему это нужно. Так что это остается как бы вопросом в качестве такого вопроса. Теперь перед тем, как мы вновь вернемся к этой героической версии, я хочу сказать, что существуют и ассирийские источники, которые повествуют об этом походе Синхриба. Есть таких источников несколько. Значит, они представляют собой несколько больших монументальных царских надписей. Находятся в разных местах. Одна из них находится, главный источник музея Чикаго. Есть меньшая надпись и в Израильском музее в Иерусалиме, еще есть несколько вариантов, создававшихся немного в разное время, но по следам событий. Принято называть эти надписи призмами Синхриба. С точки зрения близости к событиям можно предположить, что они отражают более верную историческую реальность, но при этом всегда надо иметь в виду, что царские надписи по своему характеру призваны возвеличивать того, кто заказывает такую надпись. То есть в данном случае Синхриба. И в этом смысле надо, конечно, какое-то всегда держать в уме сомнения касательно аутентичности описанного. Но в любом случае, если мы читаем эту надпись, то мы видим, что она, конечно, гораздо ближе к тому, что предлагается в первой версии. То есть там, где Хискияу откупился от Синхриба. Тут говорится о том, на самом деле, то, что я вам показываю, это только отрывок из надписи, потому что она описывает отнюдь не только поход Синхриба в Иудею, она описывает и поход Синхриба в окрестные страны, как он их покорял. Кстати, то, что мы упоминали непосредственно перед этим, и отзвук этого события отражен в книге царей, Хискияу подчинил себе филистимлянский город Икрон и взял под арест тогдашнего вассального по отношению к Ассирию царя Пади. А когда Синхриб осадил Иерусалим, Хискияу вынужден был его отпустить. Это тоже в надписи описывается. Так вот, то, что здесь сказано по поводу Хискияу, по поводу Хискияу Иудея, который не хотел покориться моему герму, вот я 46 укрепленных городов взял, и маленьких городов, которых было много, я их разрушил при помощи осадных орудий, я их осаждал и захватил, описывается те трофеи, которые он взял, бесчисленные, вот, и как он тут насмехает, говорит, самого Хискияу я как птицу в клетке запер в Иерусалиме, в городе его царства, и построил насыпь, и мучил Хискияу, оторвал от него его землю, и дальше, чуть ниже, он говорит о том, что он, что в конечном счете ничто не помогло Хискияу спасти свой город, и он был вынужден откупиться, то есть вынужден был выплатить мне дань, и он говорит, что дань это равняется 330, прошу прощения, кикарам золота и 800 кикарам серебра, если сравнивать это с тем, что говорится в книге царей, то надо сказать, что это, в общем, достаточно близко, не полностью совпадает, но достаточно близко. Вот там сказано, сказано, что Хискияу должен был заплатить 300 кикаров серебра и 30 кикаров золота. Количество кикаров золота просто совпадает, количество кикаров серебра, которое указывает Синахириб, больше, чем то, которое указано в книге царей, тут еще приводятся разные данные, и все это, он говорит, я забрал в город моего царства с тем, чтобы он платил мне дань и подчинился моей власти. Для этого он послал своих посланников. То есть надо полагать, что в той или иной степени вот эта неприятная для нашего сознания версия, наверное, ближе к исторической правде. И она, в общем-то, если исходить из этой версии, то Хискияу представляется как фигура, как царь, который поставил свою страну на грань катастрофы из-за вот этой авантюры, связанной с восстанием против Ассирии. Это с одной стороны. Но с другой стороны, и тут мы подходим к последнему моменту, который мы обсуждали в прошлый раз, и от него пойдем дальше. С другой стороны, сама по себе идея войны за независимость против врага, который пытается подчинить тебя своему влиянию, эта идея вообще вполне естественна для национального сознания. Но в еврейской истории она неоднократно репродуцируется, возникает. Иногда это приводит к баснословным победам, мы приближаемся к Хануке. Это вот тот пример того, как это принесло желаемые роды. Иногда это приводит к тяжелейшим последствиям, как-то это произошло, скажем, более позднюю эпоху во время войн против Рима. А иногда это как бы вот подвешивает страну в воздухе на некоторое время. В конечном счете факт остается фактом, и от этого никуда не уйти. Иудея не была превращена в ассирийскую провинцию, как то произошло несколько десятков лет перед этим с северным царством Израиля, которое было действительно полностью уничтожено. И вот это, возможно, является некоторым зерном, из которого вырастает вот это спасение. Иудея спаслась. Зерном, из которого вырастает героический рассказ о чуде. Последнее, что мы сказали в прошлый раз в этой связи, это как бы то, что рассказ о чуде, произошедшем в памятную ночь в Иерусалиме, приводит нас к некоторому типологическому мышлению. Эмиль тогда совершенно справедливо отметил в ответ на мой вопрос, что это краткое описание того, как ночью ангел-губитель уничтожил ассирийское войско, напоминает нам историю египетских казней, казни первенцев, в результате которой Израиль выходит из Египта. Надо отметить в скобках, что в книге Ишаяу как раз содержится достаточно много аллюзий и намеков на то, что вот эта вся история с Синахирибом и спасением во времена Синахириба действительно является своего рода ремейком исхода из Египта. Я даже в частности упомянул, что в одной из глав книги Ишаяу употребляется достаточно нечастый такой случай, когда для обозначения избавления употребляется корень пасох, глагол пасох, пасох, который обозначает у него есть разные коннотации, но в общем подразумевается спасение, в частности в 31 главе книги Ишаяу, из которой мы цитировали, где говорилось, что не надо горя тем, которые спускаются в Египет, чтобы получить помощь и опираются на коней и на колесницы, это как бы некоторая суперидея Ишаяу не опираться на воинскую мощь, а опираться на Бога, воевать будет за вас Бог, и вот в этом контексте появляется утверждение, что Господь спасет Иерусалим, четыре глагола, которые фактически обозначают одно и то же, ганон, и циль, пасох, веемли, все они имеют коннотацию избавления, и то, что здесь появляется корень в Пасох, Песох, приводит нас к действительно пасхальной истории, и тогда получается, что это уже не просто рассказ о некоем чудесном избавлении, а это рассказ о чудесном избавлении, которое повторяет самое великое чудо, произошедшее в еврейской истории, чудо исхода из Египта. Любопытно, что эта идея потом будет возвращаться неоднократно в еврейском и играть в еврейском сознании, в Танахе, по крайней мере, еще один раз, когда Второисая, пророк начала эпохи второго храма, будет описывать исход из Персии, из Мавилона и Персии, уже после разрушения храма, после изгнания, и тоже это будет сравниваться с исходом из Египта. Там даже будет делаться намеки, что это еще более великое избавление. Вот здесь, в этом рассказе очевидно, что рассказ о спасении является неким таким вот ядерным, формообразующим рассказом к еврейскому религиозному сознанию. И действительно, надо отметить, что впоследствии мы видим, что именно по следам вот этого события, которое воспринималось как явное свидетельство того, что Бог защищает свой город, по следам этого события создается ну как бы некоторая мифологема, в рамках которой постоянно подчеркивается, что Бог не оставит свой город, что он спасает город и дом Давида. В частности, этот мотив появляется в целом ряде псалмов, созданных в ту эпоху. И в более позднее время такие пророки, как Ермияу, пытаются как бы эту мифологему разрушить. Казалось бы, зачем? Мы дойдем до этого в свое время, но понятно только одно, что как бы в глазах такого человека, как Ермияу, эта мифологема свидетельствует о слепоте, что Бог оказывает безусловную поддержку независимо от того, как народ будет себя вести. Этого не может быть, и поэтому бойтесь. Это то, что говорит Ермияу. Эта поддержка, эта защита города не является безусловной. Она обусловлена тем, как вы будете себя вести. Но так или иначе, повторяю, в религиозном сознании, которое было инспирировано тем, что Иерусалим не пал, возникает вот эта идея о прочности и незымливости союза между Богом, Иерусалимом и Домом Давида. И это воплощается в образе Хискияу. Хискияу из политика, который поставил, повторяю, свою страну на грань катастрофы, превращается в избавителя. Точнее, не столько в избавителя, сколько в орудие избавления, но как бы человека, которого Бог избрал на эту роль. А мы увидим, как это преломилось, чуть ниже мы увидим, как это преломилось в Талмуде. Вот в скобках отметим. Я не буду слишком долго останавливаться на этой детали. Здесь нарушена хронология, но в 20-й главе книги царей, уже после описываемых событий, рассказывается о некой миссии, которую царь Вавилона Меродах Бен Баладан, сказано, Беродах, на самом деле Меродах Бен Баладан, отправляет в Иерусалим и говорит с Хискияу. Хискияу показывает ему свои сокровища, как бы там вмешивается опять же пророк Ишайяу, который очень недоволен тем, что происходит. А почему он собственно недоволен? Он недоволен потому, что по сути дела описывается заключение союза между Меродах Меродах царем Бавилона и Хискияу царем Иудеем. Когда этот союз мог возникнуть? Судя по всему, до начала восстания, до того, что Хискияу и окрестные цари отказались уплачивать дань сирийскому царю. Мы как раз в прошлый раз говорили, что одновременно с восстанием на западе вспыкнуло восстание на востоке, в Вавилоне. То есть, судя по всему, была создана такая очень всеобъемлющая ось от Вавилона на востоке через Левант и вплоть до Египта, который не был подчинен Осирии, но который помогал восставшим. Кончилось это, повторяю, тем, что восставшим было нанесено тяжкое поражение и именно в этом контексте то обстоятельство, что Хискиягу сохранил какое-то подобие независимости, могло быть воспринято как знак свыше. Теперь в этой связи я хочу обратить ваше внимание на еще одну деталь, которая как раз появляется в книге Девриэмин. О ней особый разговор чуть ниже, но, как я уже сказал, книга Девриэмин тоже описывает эти события. При этом есть два момента, на которые я хочу обратить внимание. Первый момент автор Девриэмин категорически не устраивает деморализованное состояние царя. Как мы помним, посланцы Синахиаиба требуют немедленной капитуляции города, утверждают, что Бог не спасет, что Хискияу не в состоянии защитить город, и Хискияу впадает в панику. Но с точки зрения автора рассказа в книге царей, эта паника приводит его к благочестивому поступку, к молитве. Но не так совершенно видит это автор Девриэмин. Для него царь иудей, который поддерживается Богом, не может позволить себе впасть в состояние вот такой депрессии. Для Авдель, как говорится на иврите, это примерно то же положение дел, которое мы наблюдаем, когда видим, как описан пассион в синаптических Евангелиях и в Евангелии от Иоанна. В синаптических Евангелиях Иисус описан как человек, который страшится смерти, а в Евангелии от Иоанна идет туда с прямым забралом и не боится ничего. Так вот, Хискияу в книге Девреямим посмотрите, как это описано. Он собирает в руку себя весь народ, когда происходит эта осада, и обращается к ним, говорит так, при этом обыгрывается имя царя Хискияу, Хизку во имцу, укрепитесь, альтеру, не бойтесь, альтеру во альтехату, не бойтесь, не страшитесь, царя ассирийского, всего того множества, которое с ним, потому что с нами больше, что значит с нами больше, с нами Бог, с ним плод, мышца плоти, а с нами Господь Бог наш, который поможет нам и будет воевать за нас, и весь народ доверяет словам Хискияу царя иудея. Это первое серьезное отличие, а царь иудей не может позволить себе состояние страха. Он наоборот должен подбодрить народ и в этом смысле выступить в роли второго Моше, который обращается к народу в истории с исходом из Египта и говорит им тоже не бойтесь, адунаи лахем лахем господь будет воевать ради вас, а вы молчите. Вам самим воевать не придется. Именно в этом контексте в книге Деверия Мим Хискияу молится. Молится кстати он, молится сам пророк Ишаяу, и в этом контексте Бог посылает своего ангела губителя и добавляет некоторые подробности которых в книге Молоким нет, когда описывается вот это когда описывается гибель ассирийского войска как бы там говорится просто о том, что на следующее утро увидели, что мертвые тела царь Ассирии возвращается к себе Ниневю. Здесь же подчеркивается, что он возвратился в стыде бояшут бы вошит по ним лярцо. Вот как бы а Господь спас Хискияу и весь всех жителей Иерусалима от Синахириба. Впрочем, как мы увидим в книге Девреямим вся эта история занимает довольно второстепенное место. Вот есть второе отличие книги Девреямим от того, что мы находим в книге царей. И это отличие как раз носит на самом деле на удивление технически выглядящее вполне исторически выглядящее вполне достоверным сообщением, что Хискияу преддверии прихода Синахириба велел укрепить город и сделать некоторые перестановки связанные с водой. Значит, засыпать все источники вне города и перевести по всей видимости перевести воду внутрь города. также укрепить стену. Значит, в этой связи можно вспомнить две вещи. Во-первых, есть знаменитая надпись, которая была найдена в старом городе Давида так называемая кто вы ташилоах или нехба ташилоах, которая была обнаружена в общем довольно случайно в прорытом туннеле. Надпись скрыта от глаз и не представляет собой то, что мы называем царской надписью, которая восхваляет царя, но при этом эта надпись описывает, как был проделан канал. Очень подробно эмоционально это описывается. Здесь вот надпись, она естественно на поле еврейским шрифтом сделана здесь как бы это справа написано на современном еврейским шрифтом. Вот и говорится о том, как с двух сторон пробивали путь топорами, как они встретились, топоры ударили друг от друга, вот и когда эта надпись была обнаружена, то было сделано предположение сразу же, что это, видимо, и есть отражение того сообщения, которое мы находим в Ки-и-де-ре-ямим по поводу подготовки Хискияу к осади, попытка перевести воду снаружи, внутрь города. Впоследствии это отождествление подвергалось сомнению, подвергается сомнению и сейчас, при помощи химического анализа не удается с точностью определить, с точностью, скажем, до одного десятка лет определить, когда эта надпись была сделана. Вот некоторые считают, что она была сделана раньше периода Хискияу, во времена его отца Ахаза, на эту тему происходят споры между археологами и историками до сегодняшнего дня, но это вот, но если все-таки оставаться принятым предположением, что надпись действительно была сделана во времена Хискияу, то это такое внешнее подтверждение того, что мечтаем в Танахе, впрочем, не так давно производились археологические раскопки в районе так называемого Сада Независимости, Гана Ацмаут в Иерусалиме, там тоже были найдены такой археолог Давид Дамидамид, вот, он обнаружил там тоже некий канал, и предположил, что возможно, речь идет о строительных работах, которые производил Хискияу, вот, значит, но есть еще один источник, который, казалось бы, подтверждает, что во времена Хискияу такие, такого рода работы действительно велись, а именно 22 глава книги Ишаяу, в котором он произносит некую инвективу, он не упоминает здесь Хискияу, но по всему контексту совершенно очевидно, что речь идет о времени Осадиси Нехериба, он говорит о том, что вы укрепляли собирали воду, укрепляли Иерусалим, сделали некое водосборник между стенами, и очень понятно, как это все было устроено, на эту тему тоже есть споры, и не смотрели на Творца своего, и Господь Бог же, поэтому наказывая вас, готовит вас к плачу, вы же уверены в своей безопасности, но грех этот ваш не будет так просто искуплен, я очень приблизительно здесь перевожу, то, что написано на иврите, суть даже не столько в том, в точном значении этих слов, а в позиции, последовательной позиции пророка Ишаяу, который, как мы уже видели, отрицает какую бы то ни было опору на человеческие силы, на армию, на укрепления, и вполне возможно, что вот здесь действительно находит свое отражение, это позиция, в которой он выражает критику в адрес царя Хискияу. Этой критики мы не наблюдаем ни в книге царей, ни в книге Деврия Мим, Деврия Мим, естественно, нет, потому что там все должно внутри иудеи быть в принципе консолидировано, но по всей видимости, опять же, если считать это аутентичным пророчеством Ишаяу сына Амонса, мы наблюдаем здесь концептуальное расхождение. Уже во времена отца Хискияу Ахаза Ишаяу Бенамоц встречался с ним и призывал его, опять же, положиться на Бога, а не на сирийского царя, которого он послал своих послов, мы об этом говорили, чтобы тот защитил его от агрессии царя Арама и царя Израиля. Значит, это такая последовательная позиция Хискияу. Теперь мы как бы подходим, что называется, к последнему этапу нашего обсуждения, но перед тем, как к нему перейти, если есть какие-то вопросы, то их можно задать прямо сейчас. Если есть вопросы, замечания по поводу того, что мы сказали до сих пор. Народ обдумывает, по-видимому. Ну, хорошо, пока обдумывает, мы двинемся дальше и предоставим тогда возможность задавать вопросы в конце. Значит, я уже сказал, что мы снова вернемся к книге Деврея Мим и то, как описан Хискияу в этой книге. Значит, если сравнивать описание царствования Хискияу в книге царей и Шаяу в книге Деврея Мим побросается в глаза прежде всего следующее. Большая часть того, что рассказывается Хискияу в книге Млахим и в книге И Шаяу посвящена вот этому событию, которое мы обсуждаем о Садисе и Нахерива. Значит, в книге царей, например, этому посвящена 18-я и 19-я главы и лишь последняя глава частично не связана с этим событием 20-я, хотя, опять-таки, история о встрече с царем Вавилона, она, судя по всему, косвенным образом связана как раз с этими событиями, нарушена, как я уже сказал, хронология там. Вот в книге Деврея Мим все обстоит ровно наоборот. В книге Деврея Мим Хискияу посвящено 4 главы 29-я, 30-я, 31-я, 32-я, и лишь в 32-й главе рассказывается наша история. Это не может не вызвать вопроса, почему это так, если эта история была столь важной, столь основополагающей, ядерной, как я уже сказал, формирующей религиозное мышление, то почему ей автор Деврея Мим уделил столь мало места? Простое, я думаю, объяснение, которое можно предложить, состоит в том, что автор Деврея Мим живет в ферсинскую эпоху, и он-то знает, что Иерусалим не устоял. Иерусалим пал, и как бы вот это спасение Иерусалима не носит столь всеобъемлющего характера, как это может быть воспринято по следам рассказов книги царей. Это некоторый эпизод, очень важный, один из эпизодов в истории Израиля, где произошло явное чудо, напоминающее историю, опять же, исхода из Эгипта, но впоследствии Иерусалим не устоял, был разрушен, а чудо это перекрыли другие чудеса, связанные с возвращениями с плен. Но если так, то о чем может рассказывать автор Деврея Мим так много о царе Хискияу, и откуда он этот рассказ, откуда он черпает свою информацию. Здесь надо отметить, что в глазах автора Деврея Мим Хискияу идеальный царь. В иерархии царей он номер три. Давид, Шлумо, Хискияу, Йошияу. Это не так в книгах Шмуэля и царей. В книгах Шмуэля и царей нельзя сказать, что даже если оставить в стороне книгу Шмуэля и говорить о Давиде в книге царей, как об эталоне, то Шлумо во всяком случае не является никаким эталоном в книге царей, несмотря на то, что поставил храм, согрешил под старость. Хискияу фигура очень значительная, но в книге царей гораздо более значительной фигурой является его потомок, праправнук, правнук, праправнук, а правнук Йошияу. И Девриямим это не так, и мы увидим, почему не так, почему Йошияу является четвертым в иерархии, а не третьим. Естественно, в никаких грехах Давида и Шлумо мы говорили об этом Девриямим речи нет. Хискияу третий в иерархии. Что же он такое делает? А делает он вот что, согласно книге Девриямима. Он царствует то время, когда уже не существует не существует северного израильского царства. Хискияу, так рассказывается в книге Девриямим, устраивает пасхальное празднество. Этому пасхальному празднеству посвящается большая часть вот этих трех глав 29 30 и 31 пасхальное празднество в Иерусалиме, равного которому не было, как он пишет, со времен хискияу, со времен сейчас, если я сходу найду и вспомню, потому что тут есть несколько сравнений, со времен Шломо, опять же, Хискияу третьей иерархии, так вот, такого радостного и великого Песаха в Иерусалиме не было со времен Шломо. Очевидно, что вот как бы Давид, Шломо, Хискияу. Теперь важно отметить, что в этой связи Хискияу выступает как объединитель, в этом смысле, как, опять же, продолжатель дела Давида и Шломо, то есть, тех, кто царствовал в едином, объединенном царстве. Этого царства нет, но что делает Хискияу? Он посылает послов в северные колена и предлагает им прийти в Иерусалим. Причем он убеждает их раскается в своих путях. Он говорит им так, «Бне Исраэль», «Возвратитесь сыновья Израиля, возвратитесь к Господу Богу Авраама и Цкака Исраэля». И он тогда возвратит остаток вам, ваш остаток из руки царя Шура, те самые потерянные колена, которые мы обсуждали в свое время. Несколько занятий назад. Не будьте как ваши отцы и ваши братья, которые поступили вероломно по отношению Господу Бога отцов своих, и он отдал их на разграбление из-за их жестоковыйности. Дайте же теперь протяните руку вашу Господу, придите в его храм, который он осветил навеки, и служите Господу Богу вашему. И когда вы вернетесь к нему, он вернет вас. И вот посланники Хискияу идут на территории северных колен, и они убеждают разных представителей, как тут сказано, некоторые из них насмеялись над ними. ба юмасхи кималей мали гимба в эфраиме и наше зы улуни, но некоторые покорились и пришли в Иерусалим. И вот тогда произошло это великое празднество, пасхальное празднество, сопровождавшееся сначала очищением когенов, подготовкой левитов, подготовкой к празднику. заодно, кстати говоря, нет, впрочем, это мы оставим, это несколько позднее происходит, это при описании Песоха Йошияу, не здесь. Вот происходит этот великий праздник, видимо, рассказ о том, что часть колен прислушалась к призыву Хискияу, а часть отказалась, является для автора Деврия Мим объяснением того, почему в результате Хискияу не смог воссоздать царство Давида Ишлумо при всех его благих намерениях, потому что не весь народ был готов пойти вслед за ним, и поэтому избавление задержалось, а могло бы произойти во времена Хискияу. Значит, если автор книги царей, если автор книги царей в конце своего описания, связанного с Хискияу, достаточно критичен не столько даже по отношению к самому царю, он пытается задним числом объяснить разрушение храма, и объясняет это тем, что Хискияу открыл свои сокровищницы храма перед вавилонинами, и приходит пророк Ишаяу и говорит ему, вот из-за этого твои сыновья уйдут в Вавилон в изгнании. Очевидно, что устами автора говорит здесь, как бы устами пророка говорит здесь автор, знающий о том, что произошло через спустя столетия с лишним после Хискияу. В этом смысле в книге Девреа Мим ничего подобного конечно нет. Автор Девреа Мим легким намеком указывает на то, что в какой-то момент Хискияу возгордился в одном стихе и был гнев на него, но он покорился Господу снова, и поэтому этот гнев сошел на нет. Все же цари после вот этого великого избавления от Синахириба, все цари приносили как раз Хискияу дань и дары. Утверждение, конечно, не имеющее под собой никакой исторической подосновой. Вот Хискияу таким образом представляется одним из величайших царей. Вот и перед тем, как завершить разговор о Девреа Мим, я только опять же задамся вопросом о том, каков источник всего этого описания книги Девреа Мим касательно Песаха Хискияу, я думаю, дело в том, что в книге Млахим есть подобное описание, связанное с царем Йошияу. Книга Млахим описывает великий Песах, который устроил внук, правнук Хискияу, Йошияу. Судя по всему, то, что делает автор Девреа Мим, он интерполирует это событие на временах Хискияу, и таким образом то, что сделал Йошияу, это ремейк сделанного его прадедом. Значит, что касается того, на те авторитет опирается автор Девреа Мим, это нам уже знакомо. Согласно автору Девреа Мим, история пишется пророками, сам он указывает на источник своей информации сторону, как на источник своей информации на пророка Ишаяу Моца, который все это и записал. В книге Ишаяу сына Моца такого описания нет, но, опять же, для автора Девреа Мим важно, что авторитетность традиции, которую он представляет, связана с именем пророка, и он был, по сути дела, первым из авторов, который утверждал, что пророки являлись историографами. То, что впоследствии воспринял Иосиф Флавий и писал об этом тоже, а потом и мудрецы Талмуни. И вот в этой точке это последнее, что я собирался сказать, перед тем, как предоставлю вам слово, то, как описывается хискияу в талмудической традиции. Я привожу здесь всего два отрывка, два отрывка, на самом деле есть гораздо больше описаний, два отрывка из Вавилонского Талмуда, один из трактата Брахот, другой из трактата Сангидрин. По поводу в трактате Брахот приводится некая традиция, которая, как утверждается, еще времен Таная, и говорится там так, что хискияу совершил шесть вещей, три мудрецами были приняты и три мудрецами не были приняты. Интересно, что, опять же, это общий подход мудрецов Талмуда, анахронизм, как будто бы хискияу находится в живом диалоге с мудрецами Талмуда. За что же было принято? То, что он сокрыл некую книгу медицинскую книгу, не очень понятно, какую. В Танахе ни о чем подобном не говорится, но понятно, откуда растут здесь ноги, потому что описывается в Танахе болезнь хискияу, от которой он почти умер. в прочем царей говорится о том, что болезнь была излечена путем божественного вмешательства через пророка. А здесь говорится медицинская книга. Он расколотил медного змея, это то, о чем мы говорили в прошлый раз, медный змей, который приписывается Муше, сделал медного змея в пустыне, это рассказывается об этом в книге чисел книги Домидбар, при помощи которого народ исцелялся от укусов змей. И вот говорится, что этот медный змей стал предметом культа и хискияу сломал его с тем, чтобы ему не поклонялись, а также он кости своего отца на веревках протащил, видимо, через город, поскольку отец его Ахаз воспринимается как ультимативный грешник. Опять же, в Танахе ничего подобного об этом не говорится. А три вещи не были приняты. Любопытно как раз его водостроительные работы, то, о чем говорится в Девер-Ямине, то, что он засыпал воды Гихона вне города. Почему мудрецы это не приняли, трудно сказать? Возможно, по следам вот этого пророчества Ишаяу, что здесь как бы мудрецы стремятся идти вслед за пророком, который осуждает эту деятельность царя. Естественно, то, что он вынужден был, чтобы оплатить дань царю Асирии, взять сокровища храма и, в частности, оторвать двери у храма, а также, что уже совсем не имеет никакого основания Автанахи, что он провозгласил високосный год Шанам и Уберет в месяце Ниссан. Но при этом, любопытно, месяц Ниссан, конечно, возникает здесь не случайно. Это именно несомненно ассоциация опять же с избавлением у стены Иерусалима, которая воспринимается как ремейк пасхальных событий, и хотя не сказано там, когда именно это происходит, в какой месяц, но это может быть воспринято как месяц избавления, и в честь этого избавления Хискияу провозгласил високосный год. Это одна традиция, то есть мы видим, что отношение к Хискияу двойственное у мудрецов. Вторая традиция еще более ясно это подчеркивает, в ней говорится так, что цитируется стих из Иерусалима, мы его когда-то упоминали, там говорится о рождении чудесного ребенка, который, во времена которого придет спасение Иерусалима, народу Израиля, и этот чудесный ребенок, у него будет не менее чудесное и потрясающее совершенно имя, его будут звать не более не менее как Пелиоэц Эль Гибор Ави Ад Цар Шалом, некоторые полагают, что здесь как бы зашифровано имя Хискияу Эль Гибор, сильный бог, а некоторые полагают, что это мессианская фигура будущего, но так или иначе там еще написано, что он как бы восстановит справедливость в царстве и понесет свое царство, царство будет долголетним, и мир не будет конца, и здесь приводится драша, связанная с орфографией, слово лимарбе написано на самом деле с мемом, с конечным мемом, здесь написано, не помню, сейчас в Талмуде конечный мем там стоит или нет, когда цитируют, наверное, да, почему-то я написал не так, вот, во всяком случае, во всяком случае, мы знаем, что в эпоху второго храма, особенно в конце эпоху второго храма, когда происходила собирательская деятельность библейских книг, собирались, то в этот момент орфография была довольно свободная, и в частности по Кумрану, судя, мы знаем, что иногда конечные буквы появлялись в середине слов, а не конечные в конце слов, в старом еврейском шрифте вообще не было конечных букв так называемых, но здесь приводится некая любопытная дрожа на эту тему, состоящая в следующем, почему вот это всякое мем в середине слова открытое, то есть то, что мы называем обычный мем, а здесь закрытое, то есть конечный мем, говорится следующее, хотел Всевышний сделать Хискияу мессией Асинахирива Гогом и Магогом, это образ взятый из книги Хискеля, Гог из земли Магог, некая эскатологическая война в конце времен, в результате которой придет спасение Израиль, вот как бы Бог намеревался превратить Хискияу в мессию Асинахирива вот этого ультимативного врага, но при этом обратилась к Богу некая я не знаю своего рода его епостаза Медат-1 мера справедливости и сказала владыка мира Давид царь Израиля, который спел, который создал столько хвалебных песен ради тебя его ты не сделал мессии последним спасителем Израиля Ахискияу которому ты совершил такие чудеса а он не сочинил песню по этому поводу ты делаешь его мессии поэтому это мем стало вот такой закрытый то есть путь в мессианскую эпоху закрылся значит это показывает видимо что с точки зрения мудрецов Талмуда с одной стороны Хискияу был фигурой наиболее подходящей для мессианского предназначения во многом по следам описания но при этом видимо все-таки они видели в его образе некоторые сомнительные стороны которые здесь выражены тем что он не создал хваляемую песню но мы видим что в каком-то смысле это победа Хискияу это великое чудо было победой первой и в какой мере он действительно подходит на роль мессии те кто считает что стихи связан не как раз с Хискияу а с каким-то будущим мессианским царем могут вполне привести эту драшу как своего рода подобное видение ситуации и последний текст последний текст из трактата посвященный Хискияу который я привожу это превращение Хискияу в главу Ишивы тоже такой любопытный ход мудрецов цитируется опять же стих из книги пророка Ишияу связанный с походом Синахирива и говорящий о том что Иго Синахирива падет с плеча твоего и тут говорится упоминается некий елей и вот говорится так что Иго Синахирива оказывается слабее Илея Хискияу который тот который пользовался для того чтобы зажигать свечи в синагогах и в Батэймидрашот то есть как бы реальность гораздо более поздней эпохи эпохи мудрецов что же он именно сделал он вонзил меч Хискияу у входа в Батэймидраш и сказал есть меч но для чего он им пользуется всякий кто не занимается торой будет зарублен этим мечом проверили на территории от Дана до Байершой то есть на территории всей Иудеи и Израиля и не нашли ни одного человека который бы не занимался торой все занимались торой и даже были специалистами в самой трудной области изучения закона а именно Тум-Авэ-Ту-Ара шестой последний шестая последняя часть Мишны как бы мы видим что фигура Хискияу тоже это фигура царя который претерпевает трансформации уже в самом Танахе это продолжается дальше и как человек который я повторю то что я сказал сначала поставивший свою страну на грань катастрофы превращается в образ почти мессианский ну я здесь на этом закончу и предоставлю вам слово если есть вопросы замечания то есть самое время задать сейчас господа пожалуйста и дамы да у нас есть дамы господа и дамы пожалуйста вопрос я не знаю Эмиль тоже молчит нахам у нее проблемы со звуком месседер вот такой маленький вопрос спасибо интересно да вот это вот как бы тема присвоения или олицетворения какого-то героя месседерства 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 все что у нас есть все что у нас есть это как бы ситуация накануне восстания и самого восстания и утверждение раби Акивы о том в Иерусалимском Талмуде что он значит есть тот кого ждут вот ничего до этого как бы у нас о нем нет вот а значит вот Хискияу это в этом смысле фигура чрезвычайно интересная несомненно что сама по себе идея месседерства возникает из той истории которую мы сегодня разбирали потому что в конце концов Хискияу так или иначе получается нечто вроде второго Муше Муше евреев из Египта был избавителем и вот Хискияу то делает казалось бы нечто подобное если мы сейчас отвлечемся от исторических реалий а просто будем говорить о истории чуда и чуть-чуть его не хватило чтобы стать этим последним ультимативным мессией и замкнуть круг автор книги царей кстати так совершенно не считает у него совершенно другая мысль на этот счет он увидел как раз в правном Хискияу такую фигуру Йошияу о которой мы будем говорить но это отдельный разговор вот но в отличие от истории с Барковбой я правильно в отличие от истории с Барковбой я правильно понимаю то по отношению к Барковбе есть очень известное как бы разногласие между мудрецами в отношении образа Барковбы да то есть уже на в реал тайм то есть на на время не как бы после да Бодиават а в реал тайм разделились мнения да Бодиават кстати тоже а Бодиават ну как да Бодиават тоже но важно что как бы и в реал тайм они тоже разделились смотри в реал тайм у нас всего то что есть мы на самом деле не знаем многого какой степенью поддержки среди ну скажем так как кругом мудрецов условно говоря пользовался Барковбе потому что все что есть по сути дела это вот спор между Раби Акибой и Раби Йоханом Дортой в Иерусалимском Талмуде две фигуры которые и собственно говоря Раби Йохан он как бы ставит под сомнение даже не столько фигуру Барковбе как таковую сколько само по себе представление о том что вот Мессия здесь и сейчас да что он сейчас придет не будет да значит в Иерусалимском Талмуде несомненно Барковбе описан как человек который видимо себя мыслит как таким избавителем но при этом сам Талмуд видит в нем человека который в результате проиграл из-за своей гордыни единственный кто описывается как еще один поддерживающий Барковбу мудрец в Иерусалимском Талмуде это Раби Ильазара Мудаи значит не исключено значит в самой как бы в текстах письмах Барковбе и всей этой документации которая была найдена в 20-м столетии там никакие мудрецы не упоминаются но упоминается некто Ильазар Коген вот возможно это одно и то же сам Барковбе явно не принадлежал кругу мудрецов исходя из этой переписки которую он вел потому что он там в сущности проявляется как человек довольно неграмотный вот а впоследствии скажем в Вавилонском Талмуде вообще постарались как бы стереть память о нем как о потенциальном претенденте на мессианство превратили вот такого в лжи-мессию последняя маленькая вещь на этом как бы ну вещь как бы не маленькая но во всяком случае последняя не знаю вот может быть это какая-то такая маргинальная идея можно ли предположить о том что вот эти вот неудавшиеся скажем так попытки осуществления в действительности как бы я не знаю скажем не народных чаяний но во всяком случае да чаяний еврейского народа да о том что кто-то из лидеров как бы обычно этот как бы царь или военный лидер да в случае Баркова да он становится Машехом он как бы в наше время выродил ну я не хочу выродилась превратилась как бы в идею о том что Машех это не человек а процесс вот интересно в те времена я так думаю что вот это почему почему это сейчас процесс прежде всего почему потому что реально Машех не пришел сколько раз как бы это было несколько ситуаций его не было поэтому есть как бы заменительная концепция которая говорит о том что вы не расстраивайтесь что он не пришел это как бы нормально потому что неправильно понимали на самом деле это не человек а процесс так вот ну во-первых вот вопрос правильно ли я понимаю что это так можно предположить и второе существовала ли тогда до нашего времени идея о том что Машех это не человек Экопроцесс. Смотри, что значит до нашего времени? Я думаю, до возникновения государства Израиля, как я понимаю. Даже в наше время, когда речь идет о процессе, не отрицается полностью сам по себе факт, что должен когда-нибудь появиться избавитель. Просто что это происходит не одномоментно, а постепенно. Споры на эту тему велись, можно увидеть, уже в Талмуде. Нужно ли торопить, не нужно ли торопить. Довольно любопытным поворотом была концепция Рабиц Хакалури, который вообще говорил о каком-то личном мессианстве. Что каждый человек практически несет в себе зерно мессианства. Сейчас полсекунды, я тут скажу, что я перезвоню. Алло, алло. Я перезвоню через 5 минут, ладно? Через 5 минут. Через 5 минут. Вот. Так что я как бы полагаю, что да, что это вполне логично и легитимно предположить, что именно тот факт, что он не приходит так долго, заставляет подумать, что это длительный процесс от Хальта до Геула и так далее. Да. Да. Окей. Очень потрясающая тема, очень интересная. У кого кто-то что-то хочет еще спросить? Вы знаете, у меня такой вопрос. Может быть, он и неразумный. Вот для меня важно, чтобы что-то было организовано. Ну вот какую-то маленькую табличку с датами. Хотя бы примерно. Что, когда, какие цари. Потому что это все как-то расплывается, а нет общей картины. Я понимаю, что это практически нереально. Но если есть такая... Я к следующему занятию... Для меня это было бы очень полезно. К следующему занятию я подготовлю для вас таблицу. Собственно, она у меня есть и так. Такую синаптическую таблицу. Цари иудеи, цари Израиля, кто когда правил. Нет проблем. Это будет просто замечательно. Будет уже какая-то цельная картина. Хорошо. Окей. Я думаю, что такая таблица... Меня слышно, да? Да, конечно. В общем-то, в свете того, что мы разбираем и все, она фактически абсолютно бесполезна. Потому что, ну, она полезна для Танаха, я не знаю, для чего. Потому что я понял так, что если считать пророков историографами, и при этих всех противоречиях, и всех этих текстах, и все, это ясно, что никогда, в принципе, не может быть совмещена традиционный религиозный подход и рациональный научный подход. То есть они абсолютно несовместимы вообще, в принципе. То есть даже в таких вещах, как история. То есть это ставит вопрос очень серьезный. То есть как бы может ли быть какое-то, так сказать, единство в этом отношении или какое-то взаимопонимание в этом отношении? То есть это совершенно не... Допустим, если взять даже Йосифа Флавия, значит, ну, две версии, которые он как бы сначала хотел, вот так сказать, подкупить, а потом он, значит, вернулся и пошел, значит, передумал и пошел. Значит, чтобы записать эти две версии, ну, должны произойти какой-то, ну, какой-то промежуток времени довольно значительный, чтобы были две версии записаны. Потому что если это произошло сразу же, значит, одно с другим, то они просто не возникли, эти две версии. Из этого следует, что это непонятно, как можно принимать такие вот вещи. И уже это как бы, он считается историком, я все понимаю. Смотрите, смотрите, с одной стороны, вы правы, конечно, и, кстати, касательно последнего, да, конечно, это было написано гораздо позже указанных событий, поэтому я и сказал, что в этом смысле призмы Синахириба ближе по времени к описываемым событиям. Что касается таблицы, то это может быть просто такое удобное пособие, да, чтобы люди просто представляли, когда царствовали те или иные цари, и это как бы никому не мешает. В конце концов, более или менее основное представление о том, когда они действительно царствовали, у нас есть. По крайней мере, начиная с 9 века до новой эры, у нас это есть, даже если их описание не совсем точное. Да, окей. Ну, хорошо, интересно, да. Окей, давайте на этом закончим. В следующий раз мы будем говорить о Менаше, сыне Хискияу, и о той поразительной трансформации, которую он претерпел в недрах еврейской традиции, уже в Танахии, потом позднее, в Кумране, у Хазаль. Это то, о чем мы будем говорить. Спасибо всем большое за внимание. Окей, спасибо огромное, очень интересно. Спасибо большое. Бецепиял и Беата Машир. Всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.